Подадим на конденсатор емкостью в один микрофарад переменное напряжение с амплитудой 10 вольт, равномерно изменяя частоту этого напряжения от 0 до 1000 герц. Мы видим, что амплитуда переменного тока, протекающего через конденсатор, растет пропорционально частоте. Поскольку ток растет, значит сопротивление конденсатора уменьшается с ростом частоты. В теории показывается, что сопротивление конденсатора рассчитывается по формуле 1 деленная на 2 ПФЦ, и оно обратно пропорционально частоте переменного тока и емкости конденсатора. Так что связь между амплитудами переменного тока и напряжения на конденсаторе по-прежнему задается законом Ома. В чем же принципиальное отличие конденсатора от резистора? Возьмем резистор с сопротивлением 50 Ом. Такое же сопротивление у нашего конденсатора будет на частоте 3000 Гц. Подадим переменное напряжение с амплитудой 10 Вольт и частотой 3000 Гц на резистор. Через него течет ток с амплитудой 0,2 Ампера. Причем ток и напряжение меняются в одной фазе. Запитаем этим же напряжением конденсатор. Через него тоже течет ток с амплитудой 0,2 Ампера, но теперь напряжение отстает от тока на четверть периода, то есть на 90 градусов. Мы знаем, что резистор и конденсатор на частоте 3000 Гц имеют одинаковые сопротивления, равные 50 Ом. Увеличится ли сопротивление цепи в два раза, если соединить их последовательно? И упадет ли в два раза сила тока? Амплитуда тока действительно уменьшилась, но не в 2, а в 1,4 раза. А фаза, на которую напряжение отстает от тока, теперь стала равна 45 градусам. Чтобы объяснить, как это происходит, нарисуем картинку для последовательного соединения. Сопротивление резистора 50 Ом. Емкостное сопротивление конденсатора на данной частоте тоже равно 50 Ом, но оно сдвигает фазу напряжения по отношению к фазе тока на 90 градусов назад. Поэтому мы и сопротивление нарисуем отстающим на 90 градусов. А полное сопротивление цепи изображается диагональю квадрата, и его можно найти по теореме Пифагора. Оно выросло в корень из двух раз. Поэтому в корень из двух раз уменьшилась амплитуда тока. А фаза, на которую теперь входное напряжение отстает от тока, равна 45 градусам.